В исследовательском центре корпорации SkyVan, расположенном в американском городе Денвер, 20 лучших инженеров компании в течение двух напряженных суток без сна и отдыха безуспешно пытались привести в действие навигационный модуль новейшего беспилотного летательного аппарата. Именно от запуска этой ключевой системы зависел не только престиж компании, но и заключение критически важного стратегического контракта с государственными структурами, сумма которого оценивалась в миллиарды долларов. Несмотря на множество переработанных вариантов, бесконечные расчеты, правки и корректировки, программный код каждый раз упрямо возвращался к начальной точке, замыкаясь в бесконечный цикл. Каждый новый тест, каждая попытка обойти проблему лишь подтверждала одно – система не работала, а все усилия команды оказывались тщетными. Уборщица Мэган Хейл, 29-летняя женщина в потертой униформе, пришла убирать зал совещаний и заметила на доске повторяющуюся схему обратного вызова. Одного движения маркером оказалось достаточно, чтобы удалить лишний фрагмент, и разом снять блокировку. Симуляция прошла успешно спустя минуту после ее правки. Генеральный директор, миллионер Оливер Хадсон превратил неожиданную победу в стратегический прорыв. Он настоял на том, чтобы Мэган присутствовала на технических сессиях и защищал ее перед советом директоров, несмотря на насмешки команды. Благодаря ее дальнейшим наблюдениям инженеры устранили неиспользуемые вычислительные ветки и сократили энергопотери системы на 12%, что сделало проект конкурентоспособным. Контракт, считавшийся уже потерянным, был подписан, это называли невозможным даже внутри компании. Мэган осталось работать ночами с шваброй и блокнотом, предпочитая свободу формальным должностям. А на стене главной лаборатории появилась табличка метод Хьюэл, напоминание о том, что решающий ответ порой дает тот, кого никто не замечает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok